Все еще покупаете торт в магазине? А зря! Сегодня поделюсь простейшим рецептом обалденного тортика. Начну с бисквита. В миску вбиваю 6 яиц. Добавляю щепотку соли и начинаю взбивать с помощью миксера. К яйцам добавляю 180 граммов сахара. Также добавлю немножко ванильного сахара для вкуса. И продолжаю взбивать. Поднимаю венчики, делаю узор. Если узор растекается не слишком быстро, яйца взбиты идеально. Вот как в моем случае, друзья. На этом мне понадобилось 10 минут. Взбитые яйца добавляю частями просеянную муку. Одну часть. Аккуратно все перемешиваю. Я это делаю венчиком в одну сторону. Вот так вот, друзья, аккуратно потряхиваю. Вторую часть муки. Масса очень нежная, воздушная. У меня форма 28 сантиметров. Если нужен бисквит меньшего количества, тогда уменьшаем ингредиенты. На одно яйцо 30 граммов сахара и 30 граммов муки. Все довольно просто. Выкладываем тесто. Вы посмотрите, какое оно нежное, воздушное. Чтобы корж получился ровным и красивым, деревянной шпажкой делаю вот такие вот круговые движения. Ставлю в хорошо разогретую духовку до 180 градусов на 40-50 минут. Духовку во время выпекания бисквита не открываю. Это очень важно, ребят. Бисквит провел в духовке 40 минут. Готовность обязательно проверяю деревянной шпажкой. Она должна выходить абсолютно сухой. Вынимаю. Не терпится мне уже. Та-да-да-да-да-да-да. Смотрим, какой красавчик. Остужаю на решетке. Когда бисквит отлежался ночку, достаю его, ребята. Сейчас разрежу его на три коржа. Покажу вам, что же в середине. Оп. Посмотрите, какой он красивый. Я всегда так радуюсь этому звуку, как ребенок, честное слово. Очень красивый. Бисквит я буду пропитывать сиропом 200 мл молока и 75 граммов сахара. Закипятила, немного остудила. Поливаю. Коржи уберу в сторонку и займусь кремом. Для этого мне понадобится, друзья, 500 граммов творога. У меня 5% жирности. Сюда добавляю одну банку вареного сгущенного молока или ириску. Добывай, вываливайся. Сережка, как ты думаешь, хватит на такое количество сладостей? Может, сахарной пудры подбавим? Я думаю, давай. Давай совсем немножко, вот так, на глазок. Ну, примерно столовую ложечку. Я думаю, будет достаточно. И сейчас с помощью блендера все измельчаем. Вот что получается. Однородная, гладкая, блестящая консистенция. Я бы даже еще лимончика подбавила. Пару ложечек крема оставлю для украшения торта. Буду смазывать бока. Вот так вот, ребят, я думаю, достаточно. Собираю торт. Я буду делать это с помощью кольца. Крем визуально, друзья, делю на три части. Отправляю одну часть. Распределяю. Сверху выкладываю второй корж. И снова часть крема. И заключительный корж. Прижимаю. Немного. И выкладываю оставшийся крем. Красиво, равномерно распределяю. Так как это у меня будет верхушечка. Я ее такой и оставлю. Крем очень хорошо застывает. Я думаю, все будет окей. Торт накрываю тарелкой и убираю в холодильник. На ночь пусть пропитывается. Мой самый любимый момент. Торт настоялся. Будем доставать его из формы. Красивый, правда? Крем, который я оставляла. Им сейчас красивенько вот так вот смажем бока торта. Бока я присыплю печеньем, которое измельчу в блендере. Вкуснее, чем магазинный получается. Конечно, Сережка. Домашний торт намного вкуснее магазинного. Тем более рецепт очень простой. Также для украшения мне понадобится 100 граммов сливочного мягкого масла. Взбиваю миксером в пышную массу. Добавляю пару ложечек сахарной пудры. И продолжаю взбивать. Готово. Крем перекладываю в кондитерский мешок. Ну что, ребят, я сейчас по краюшку буду отсаживать. Ну, вот такие вот незамысловатые цветочки. Да, вот. Гулять-то гулять. Давай еще, пока крем есть, давай. Да, на кухне нужно экспериментировать. А иначе ставлю в холодильник на пару часиков, чтобы все хорошо застыло. Ну что, друзья, торт настоялся. Можно наливать ароматный горячий чаек. Класс. Идет как по маслу. Оп. Красота. Красота. Сейчас будем пробовать. Торт получается в меру сладким, очень сочным, нежным. И, как вы уже увидели, делается совершенно просто. Пробуй. Ммм, как же это вкусно. И риска. Ммм. И пропитка. В самый раз. Молочко с сахаром. Посмотрите, какая красота. Порадуйте своих родных и близких. Ведь впереди еще очень много праздников.